Подходит толпа людей к воротам и начинает пробовать их открыть. Кто-то достает ключ, кто-то достает лом, кто-то достает камень. Пытается открыть эти ворота, а потом с той стороны им подсказывают. Нужно-то оказывается всего лишь сказать Сим-Сим, откройся, все будет само сделано. Что такое цифра? Что такое цифровая экономика? Сегодня нам люди, которые являются чиновниками, которые, в общем, не соображают в технических деталях, они нам пытаются преподнести в качестве цифровой экономики некий пиар-проект. Этот пиар-проект заключается в том, что они подменяют понятие цифровой экономики как таковой понятием цифровой торговли. Чиновники хотят нам вбить в голову, что мы как-то неправильно понимаем цифровую торговлю, которую мы осуществляем каждый день через интернет, а нужно ее понимать как-то более глобально, но сами сформулируют эту задачу и само это понимание, они не могут. Что такое цифровая экономика? Это экономика, основанная на цифровом материальном носителе. Обычная материя – это транспорт, это продукты, это услуги, это обычные деньги. Что такое цифровой носитель? Это цифровые товары, цифровые услуги по транспортировке, цифровые деньги. И цифровая экономика – это то, что касается только цифровой самой вот этой сущности пространства. У нас пока ее, кстати, нет. У нас есть только зачатки. Создан пока интернет. Это как система, в которой можно реализовать цифровую экономику со всеми ее атрибутами, но пока таких товаров у нас еще нет. У нас нет продажи товара цифрового происхождения цифровому какому-то покупателю. Единственное, что можно подогнать под понятие цифрового товара – это некие программы. Ворд, пейджмейкеры и тому подобное. Можно их воспринимать как цифровой продукт, но в данном случае они выходят своими внешними атрибутами, то есть вот распечатками, применением. Они выходят на материальные рынки. Для потребления этой программы нужен человек, который ею пользуется. А в чистом виде цифровой продукт существует полностью в цифровом пространстве. Это значит, что изобрести его и разработать должен цифровой какой-то человек, что этот продукт должен быть оформлен в цифровом пространстве цифровыми способами, образами и моделями, и применяться там же в цифровом пространстве. В той, в цифровой среде может существовать отдельно вынесенный интеллект человека, его личность, его образ. И необязательно ему создавать уже дополнительное тело, которое могло бы служить для него транспортом в нашей реальности. Там он может оказаться без этого транспорта, ну, например, как какой-то летающий цифровой головастик, но с интеллектом реального человека, нашего человека. Он будет узнавать тебя через телевизор, он будет разговаривать, он будет вот так из телевизора оттуда прислонять руку к тебе, и ты можешь к нему прислонять руку, и вы можете обменяться даже какими-то рукопожатиями. Но стекло вот это, стекло экрана, оно всегда будет разделять. И, в общем-то, если определенные индивидуумы человечеству хотят бессмертными стать, то это наилучший вариант, потому что в обычном теле пересаживать из тела в тело с учетом клонирования, как сегодня это делается на высших рубежах наших руководителей, это не дело, потому что клоны начинают болеть, живучесть клонов очень маленькая, низкая, под низким месяцем или лет. А цифровой образ, цифровой образ, если его не выключать часто, не перегружать, и если он не будет подвержен каким-то внутренним цифровым вирусам, он может существовать хоть миллионы лет, хоть триллионы лет. Это и есть главная цель для определенной части человечества. Цифровые территории – это расширение современной реальной территории. Допустим, у нас есть сейчас шесть материков, на которых у нас существует определенная государственно-общественная жизнь. Цифровая территория – это новый цифровой материк, который мы можем подключить с любым расширением к любому материку. Даже мы можем в целях сохранения материка. Например, вот не хотим мы гадить на Антарктиде, но мы в принципе можем разместить на этом материке кучу серверов, сделать определенный объем хранилища и назвать вот этот объем цифрового хранилища Антарктиды, например, виртуальной. И уже переводить наши определенные действия, в том числе и транстерриториальные, именно в эти сервера. Да, мы можем вживую не смотреть на эту Антарктиду, но мы можем через эти сервера, которые там расположены, которые накачаны данными о той же Антарктиде, мы можем создавать четкую антарктическую виртуальную реальность и сделать там просто хранилище нового пространства. И на этом пространстве мы можем делать новые свои экономические, прежде всего, военные и политические отношения. Концептуально уже решение найдено, главный вектор обозначен. Как только это сделано, то, в принципе, народ уже начинает ломиться в те ворота, которые являются правильными. А дальше идет уже механическое решение. Вот подходит человек, подходит толпа людей к воротам и начинает пробовать их открыть. Кто-то достает ключ, кто-то достает лом, кто-то достает камень. То есть пытаются открыть эти ворота. А потом каким-то образом, ну, может быть, с той стороны им подсказывают, допустим, что нужно, так кажется, всего лишь сказать, сим-сим, откройся, все будет само сделано. Вот в данном случае мы находимся на этой второй стадии. То есть мы подошли к воротам, у нас есть та обратная сторона в виде интернета, и она действует. Пространство-то уже есть, нам есть куда прыгать. То есть мы, если оцифруем друг друга, у нас есть куда быть загруженным. У нас не надо создавать самого пространства, оно и уже есть. Нам нужно создать только материалы и методы, и аппаратную часть, которые нас оцифровывают в реальном виде. То есть взяли, оцифровали, и вот я на этом компьютере уже появился там. И чтобы я мог с ним коммуницировать по какому-то кабелю, то есть микрофончик и туда... Связь очень простая, ее, конечно, реализовать будет пока на данном этапе сложно, но когда мы найдем механические решения этой проблемы, то это все станет достаточно легким, так же, как полет в космос сегодня. То есть нам нужно было сделать одну ракету, отработать ее, а потом летать стали все. Здесь такая же ситуация. Здесь нам нужно будет найти определенный механизм, как человеку, как живому существу пробираться туда, в цифровое пространство, каким образом трансформировать живые клетки, живое существо, в цифровое естество. И потом, чтобы вот этот цифровой образ, цифровая оболочка, находясь уже там, в цифровом пространстве, действовал точно так и в интересах того, кем он был раньше, когда он был материальный. И чтобы у него была еще возможность преобразоваться заново. То есть если он, например, вахту какую-то отстоял в свой день или два в цифровом обществе, поработал на цифровой бирже, и он хочет вернуться к реальной семье, чтобы у него была кнопка, когда он распечатывается назад сюда, в реальность, на каком-то 3D-принтере и приходит домой к жене с цифровым пакетом заработной платы. Мы делаем некого персонажа из какой-то сказки или без сказки, назовем его «Виртуальный Петя», отправляем туда, в виртуальное пространство, в интернет, и там он начинает производить свою жизнь. Он начинает формировать свои какие-то программы, свои дома строить, свои улицы создавать, свои государства. И эти государства замкнуты только на себе, на том месте, где они существуют. Они не выходят сюда. То есть мы не можем повлиять на то государство цифровое. Вот тогда эти цифровые произведения, так скажем, будут полностью цифровыми. И вот это в корне отличается от тех представлений, которые нам сегодня говорят чиновники. Игровые приставки, которыми играют многие миллионы людей на планете, они являются симбиотическими, так скажем, индустриями. Они одной ногой, той внутренней программной ногой, находятся в цифровом пространстве, и там существуют определенные персонажи, там существуют определенные расширения, дома, препятствия, беговые дорожки, поля сражений и тому подобное. И есть определенные аватары, которые находятся на этой территории. Мы для цифрового персонажа являемся наполнителем его аватара. Он для нас является аватаром. Мы его ведем через систему управления, мы управляем его жизнью. То есть если эту систему перевернуть, то для нас существует тоже некий аватар, который управляет нашей жизнью. Через такую же систему игровой приставки. Это уже тот переходный мостик, через который мы можем делать первые шаги. Я их почему и назвал симбиотические. Симбиотические это обычно называют индустрии, последствия которых принадлежат уже новому миру, а работают они еще немножко на старых принципах. То есть вот эти приставочные игры, они работают еще на старом принципе, потому что для них требуется человек. А вот когда она полностью, эта игра отойдет от человека, от материального мира, от сегодняшнего, перестанет от него зависеть, включая электрические сети, тогда это будет полностью цифровой продукт. Но наша задача, задача человечества, сделать себе именно симбиотическую глобальную индустрию, чтобы у нас было внутреннее цифровое пространство, в котором мы можем осуществлять дополнительную капиталистическую деятельность, то есть получать прибыль и получать какие-то дивиденды, работы и тому подобное. С другой стороны, чтобы это пространство от нас далеко не уходило и было всегда нами управляемое. Управляемое как? Через деньги, через трансферы из реальных денег в виртуальные деньги и через тот самый рубильник электрический, который мы всегда можем обрубить, если вдруг цифровое общество взбунтовалось и начало свою «желтую революцию». Сегодня идет очередная стадия главного мифа. Сегодня опять появляется какой-то условный мессия. Это, как всегда, это ни один человек, не надо никого приравнивать, ни меня, никого, ни каких-то самозванцев других. Мессия всегда собирательный образ. Вот этот мессия, он всегда находит проход на тот свет, на тот, это имеется в виду другой свет, в котором характеристики внутренние кардинально отличаются от тех характеристик, откуда он выходит. Он проникает туда, получает новое качество жизни, а все остальные живут либо в прежнем мире, либо погибают на этом пути. Поэтому мессия сегодня уже такое есть. Это коллективный разум, который пробивает дорогу цифровой экономики. А за экономикой туда пойдет все остальное. И цифровые работы, и цифровые действия, и цифровые продукты, и все остальное. Прогноз очень простой. Для большей части наших секретных служб это уже существует лет как 20 минимум. Для тех, кто управляет планетой, это существует лет так 500 как минимум. А для нас, для всех остальных, для рядовых граждан, я думаю, что это может случиться где-то в районе 5-10 лет в ближайших. Если не будет никаких обострений за территорией, то это может произойти в течение 5 лет. Если будут какие-то негативные процессы, связанные с переселением мигрантов и разбавлением интеллекта белого населения, то эти процессы могут наступить либо через 10 лет, либо вообще не наступить. Все зависит от того, какое количество мигрантов примет Европа и Россия. Поэтому от наличия мигрантов зависит наше сегодняшнее будущее. Если будет большое количество мигрантов, то интеллект не сможет существовать в этой среде и будет просто похериваться и уничтожаться. Мой пример – это Германия. Меркель заразила всю страну мигрантами. Прошло всего лишь 5 лет после ее вот этих выкрутасов. И сегодня ни одна страна в мире, никто никогда не говорит в своих речах, что Германия является ведущей державой мира. Никто уже не говорит. А раньше всегда начинали о Германии говорить только с той позиции, что это крупнейшая экономика, ведущая держава. А сегодня этого не говорит. Через 5 лет ее никто не вспомнит. Да, у нас сегодняшние чиновники еще не совсем понимают всей этой глубины революции, в которой они уже участвуют, в которой они уже проводят. Их немножко в темную используют. Их использует общество. Общество само всегда как волна выплескивает вот эту бочку с младенцем Мессией всегда на берег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok